У меня вопрос такой, значит, вот, в принципе, если спасение, как бы, оно обитонно избранным, да, людям, да? То есть, те, кого избрал, того и спас, да? Конечно. Значит, если, допустим, в моей власти, допустим, если у меня вокруг никто почти не верующий, если я буду молиться, чтобы Господь дал им избрание, то есть избрал их как-то, это можно делать или нет? Можно, так и говорить надо, чтобы открыл им глаза, где они идут, и что внезапно жизнь оканчивается, а мы идем по краю пропасти каждый день, внезапность. Господи, впиши меня в число избранных. Вот как в институт, когда поступаешь, ты экзамены сдал, а тебя могут не защитить по каким-то причинам. И поэтому Исава, Якова возлюбила, Исава возненавидел, когда они еще в очереве матери были. И поэтому сеющий и поливающий – ничто. Все, Бог возвращающий. Да как же, так я старался, старался, значит, смирения не было. Все Бог делает. Без меня ничего не можете делать. Евангелие от Иоанна 15, 5. Это от Него. А Его избрание как раз действует на наше желание. И на это Господь откликается. У Бога своя система выстроена. А то все привыкли. Господи, прости, прости, Господи помилуй. Надо запомнить одну фразу, я говорю ее всегда. Бог никогда никому ничего не может простить за так. Он не может простить. Это не Его свойство. У людей понятие, что вот я сделал, сказал там, три покона положил, и Бог спас. Нет. Послание Кринвум 6, 23 говорит. Возмездие за грех – смерть. До Христа все праведники в небо ни один не прошел, пока кровь не была пролита за грехи. Вот почему мы читаем в первом послании Иоанна 1, 7 говорит. А без пролития крови не бывает? Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Даже маленький. Но вот по-человечески рассуждать. У меня сад. Ну, я пришел, я заметил там, ребятишки лазили, сорвали. Может, даже сучок отломили. Ну, не буду же их убивать. Я ей сказал, придите, я вам накладу сколько надо, и кто не пришел, их покормите. А сами не заходите. Но Ева вкусила один раз. Что там, убыло в саду, что ли? Умерло уже из-за этого греха больше ста миллиардов людей на земле. В беззаконии я зачат, во грехе родила мать моя. 50-й псалом, 7-й стих. А 14-й 4, Ио говорится, кто родится чистым от нечистого, точка. Ни один, точка. Без пролития крови нет прощения грехов. Это Божье свойство. Нам этого никогда не понять. Надо принять это. Поэтому резали баранов, казлое отпущение. Это только намек был. Ни один святой, никто не вошел в небо, пока не была пролита кровь. А как бы было, если бы умерла там тот, другой? Не надо как бы. Ни один. Увидел лазарь на лоне, не в раю. Ну, вот это надо хорошо запомнить. Бог никогда, никому ничего не может простить за так. Просто так. Не может. Это не его свойство. У людей это никак не вмещается. Одна фраза. Это показывает, что мы не евангельские христиане, а выдуманные, нарочечные. Вам понятно это? Да, да, спасибо. Поэтому прости меня, омой меня в крови твоей причистой. А для того, чтобы кровь очистила, надо два условия выполнить впереди. Впереди два условия. Запоминай их. Первое. Если ходим во свете, как он во свете, Христос, имея общение друг с другом, запятая, кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. А не так, что я дома спрятался по-монашески и сижу. Наконец-то патриарх заговорил. Мне скидывает, говорит, смотри, он говорит, ты прямо у тебя из книги это берет. Андрей выступает, Кураев, мои фразы из наших книг. У него он приезжал за книгами. Я рад, не знаю как. Патриарх выступает, и у него, говорит, пакеты взяты от меня. Скажет, я не брал. Ну, сами перелетели туда. Наконец-то он заговорил, что надо идти проповедовать всем. Не в храме только стоять. Идти. Это движение. Движение, а что такое-то? Курсы назначает какие? Миссионерские. Миссионерские курсы нельзя образовать. Вот в каждой епархии есть курсы миссионерские. Это обман. Можно создать пекарские, певческие, что угодно, но они не создаются. Вот их там ходят, деньги получают. Все это обман. Обман от дьявола идет. Почему? Бог так устроил. Почему? Я при чем тут? Двенадцать апостолов. Их послал по два, не по три. Ни одного. По два. Посты избирает еще семьдесят. И опять по два. Еще слепые, не видим. Два. Один упадет, другой. Моисей и Арон. Кто двое? Кирилл и Мефодий сколько? Двое. Да человек-то душа и тело. Я вот еще открытие делаю какое-то. Сказал, прям глаза вылупили. Распустить до одного надо. Вот этого сейчас осудили. Ему долю семь лет. Сергей. Сергей, он и Николаем назывался, Романов. Южно-Уральский монастырь где-то. Я к нему посылал человека. Ничего бы этого не было. У меня программа была ему посланная. Он ее не послушал, оттолкнул. И пошел теперь. И все разрушили. Отобрали. Когда брали. Видели какие толпы там были. Полиции. Все это взламывали двери. Этого ничего бы не было, если он меня послушался. А почему? Потому что мне Бог открыл это. А что программу эту нельзя? Нельзя. Все навсегда. Он начал патриарха клеймить. Начал. Кирилл у него был митрополит. Против его пошел. А что нужно было делать? Попросить прощения. Раз. Сразу снять с себя сан. Потому что он двойной убийца был. Убийцей не может быть священником. И тогда ко мне в гости приехать. Подойти сначала к митрополиту было бы и сказать. Владыка, я виноват во всем. Я не достоин здесь быть. Но позвольте мне здесь жить в какой-то каютке. Я так привык. И много людей тут пришло из-за меня. Можно я буду с ними заниматься? Говорить даже не надо-то. Кирилл-то, он теперь, кажется, в Казани. Он хотел его примирить. Он никак, давай. Все. Никого не признает. Ну и все. Кто-то возгордился. И все, Бог подрезал ноги. А что я ему сказал? Сразу приезжайте в гости. Привези с собой 100 человек. 100. Я занимаюсь ими. Мы образовываем 50 групп миссионерских. И все идут по разным сторонам. Вот этот, где форпост, картина, там была Лодгин. Это живет Жар, который был. Теперь он епископом-то. Они прямо ухватились за меня. Вот вы понимаете, так знаете, нам поддержка. Я говорю, сколько вас человек? 450. Почему вы сидите на месте? У вас румыны есть? Есть. В монастыре? Да пошлите к румынам. А есть украинцы? Есть. Ну пошлите. А молдаваны тоже есть. К молдаванам пошлите. Апостолы шли по всему миру. Я что, придумываю, что ли? И патриарх Кирилл сейчас заговорил об этом. Я пришлю вам его речь. Но не сегодня он сказал. А не видно вашего. Ай. Лицо не вижу ваше. Плечо одно. Что-то ничего не понял. Ваше лицо. Не вижу вас. Одно плечо вижу вас. И все. Ну как, я посередке сижу. Вот он где. Вот он. Ну ладно. Может быть и так. Потом говорю. Попросите у него разрешение. У него там человек 500 было. Мужчины. Еще 200 приведите. 50 сразу 200. Я вас приму, накормлю. И положить есть у меня куда. А после этого еще раз приедешь. 300 человек привезешь. Это 150 групп будет. Это невиданное пробуждение в России началось бы. Никого нету. Погубил себя и людей. Всех выгнали. Некоторые пожертвовали дома. Как всегда это в монастырях. Выгнали и ночевать негде теперь. А почему упрямство? Он Путину говорил. Дай мне власть. Над страной. Я за три дня наведу порядок. И показал куда там. Кого кого сослать. Куда надо. Что будет делать. Это сумасшествие полное. И же его поддерживали. Приходили с автоматами. Там были. Ну пустые может автоматы. Я видел там такие. Стали все от него отрекаться. Надо искать путь мира. Блаженны миротворцы. Ибо они сынами Божьими нарекутся. Сынами Божьими. Только одно блаженство из девяти дает право. Мир. Вот у него все разрушено было. И можно было восстановить. Приехал туда человек наш тут. И ничего не принял. А вы бы поехали. Не поехал. Зачем я поеду? Это мне надо принимать людей. А их всех разогнали. Никого нигде нету. Вот. Который у него там был. Помогал там. И тому пять тоже лет дали. Владиславу. Пять лет. Это не игрушка. Я сидел в тюрьме. Знаю, что это такое. Так мне-то Бог дал свидетельство. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Как сегодня пишут. Говорят, тысячи людей обратились в разных местах. Доктор богословия Бочков. Это не моя. Это все Бог делает. Моего там ничего нету. Меня пальцем никто не тронул. Потому что меня взяли по санкции. Московского КГБ арестовали. МГБ. Где убивали там. Меня сразу в красный уголок. Идите там. Посидите пока. Ко мне пальцем никто не прикоснулся. Я мог говорить со всеми. Но всех предупредили в лагере. Чтобы ко мне никто не подходил. Один пришел. Говорит. Я вчера с вами разговаривал. Сегодня меня вытащили. Говорит. С теми, которые показывали, что они покаялись. Самое печальное для меня было. Бороду отрезали. Вот. Худо-то было. Я его привез сюда. У меня две бороды теперь. На страшный суд. Ну как? Спасибо, Господи. Ну все. Вопрос еще один. Может оставить до следующего раза. А то я, видишь, растекаюсь, говорит, как в море. Давайте, хорошо. Давайте на следующий раз. Во славу Божию. Спасибо. Храни вас Господь, Александр. Сейчас я буду... Вчера тут одна женщина. Я сегодня не вижу. Ксения. Михаил. Михаилюк там. Она говорит. Я мужа слушаюсь. Вы сказали. Ребенка он заболел в больнице. Он хуже стал там еще. Зачем отправили-то? Да к нему слушаться, не слушаться. А у меня стихотворение. Четыре тома. И неизданное. По 800 страниц. 3467 стихотворений, которые я называю проповедь в стихах. Каждое стихотворение 9 куплетов и эпиграф из Библии. Вот я сейчас готовлю ей, приготовлю 10 стихотворений, ну и вам кое-кому кину. Вы посчитайте. Именно о больном. Где мое спасение? Да сделаю не один раз. Раза два по 10 стихотворений скину. Вот сижу целыми днями тут. Из рук не выпускаю. Вот. Ну все тогда. Я просто, знаете, я вам уже говорил, что я не хочу, но на поэзию меня тянет, действительно, что я живу, дышу этим, как будто с тухлого места я вылез. И вот я на свежей струе воздуха, я вас слушаю, я вот Санаита, она меня тут учила тут разбираться. Я вижу, какие люди наши, вот любовью просто Господь одарил их. Думаю, вот оно счастье-то какое, вот рядом, как с братьями жить, как на браде Ароновой, да, вот. Вот такое состояние у меня просто восторга, да. Я понимаю, что вот обидно, конечно, жалко, что я не могу никому помочь. Вот объясни, что Господь есть, что вот такие, я показываю, вот смотрите, какая правда, вот такие эти попы показывают. Ну одно и то же лицо, Сатана одно лицо им сделал, все. Он, уходите, уходите, не говорите, не против, не православ, а длинный тот же бред. Я говорю, ну вот не внушает. Я говорю, беседы послушаешь, отец разговаривает с вашими там мудрецами, и вы как просто буратины какие-то. Вы не можете противостоять ему даже ни одному проценту. Так, Александр, подожди-ка, вы Анаиту знаете, что она армянка? Я знаю, я с ней общаюсь. Она готовится к окрещению. Вчера она работница, работает у генерала. И вчера мы с этим генералом говорили, наверное, ну почти сейчас. Она вывела. И он помогает мне найти моего потерянного здесь генерала, бывшего начальника, начальника, как сказать, председателя, или как, краевого суда, краевого, прокурор краевой, он генерал-лейтенант. И он его может через здешнего найти, и тогда нас ведет обратно. Мне отблагодарить его надо, он сильно нам помогал. Этот, который местный, на начале прокурора, главный прокурор Алтайского края. И вот она, смотри, она как бы и народ другой, и она у него в каком почете там. И она сумела его привезти, все-таки нас свела вместе. Какой у ней талант. А она не русская. И сейчас готовится к окрещению. Вот Бог дал каких нам людей. Отошел. Я тут с него хожу.